Громкое назначение в красноярском спорте. Главным тренером футбольного Енисея стал многократный чемпион России и экс-игрок сборной страны Андрей Тихонов. В 2017 году он уже тренировал Енисей, тогда команда заняла третье место в национальной лиге и прошла в стыковые матчи. Но пробиться в высший дивизион не получилось, такой результат не устроил легенду Спартака и продлять контракт он не стал. Сейчас своим громким возвращением Тихонов сменил на посту Эдуарда Штейнбрехера, которого уволили в декабре вместе со спортивным директором красно-синих Анзором Саная. Причиной такого решения стал откровенно плохой результат команды. За первую половину сезона Енисей проиграл 10 из 20 матчей, три раза сыграл в ничью и одержал 7 побед. Однако новый титулованный тренер в силах изменить игру и даже достичь амбициозных задач. Я уверен, что Тихонова подписывали именно под задачу и такой тренер, наверное, не пойдет в клуб, у которого нет каких-то конкретных задач, выйти куда-то, что-то выиграть. Ну потому что и спортсмены амбициозны, и как тренер Андрей Валерьевич уже доказал, что он состоятельный. До возвращения в Енисей Тихонов был главным тренером в крыльях советов. С ними он вышел в премьер-лигу, но после 9 матчей клуб занимал 15 место с 7 очками и Тихонова отправили в отставку. В 2020-м он возглавил Астану. Под его руководством команда стала бронзовым призером чемпионата Казахстана. В 2021 году контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Судя по комментариям в сообществах клуба, болельщики возлагают на Тихонова большие надежды. Однако вопрос, сможет ли один человек исправить положение, которое ухудшалось в последние годы, пока остается открытым.